Омская Академия МВД России Омская Академия МВД России является одним из старейших вузов в системе высшего профессионального образования МВД России, которое сегодня насчитывает 26 высших профессиональных образовательных учреждений. Началом отсчета жизнедеятельности нашего вуза является 5 марта 1920 года, когда по решению Сибирькома в городе Омске были организованы общесибирские командные курсы милиции. В ноябре 1920 года курсы были преобразованы во вторую, после Петроградской, среднюю школу командного состава милиции. 5 мая 1955 года школа получила статус специальной средней школы милиции МВД Советского Союза. 2 июня 1965 года Совет Министров СССР создал на базе специальной школы милиции Омскую высшую школу милиции МВД. С 1 июня 1995 года по ставлению правительства Российской Федерации школа была преобразована в Омский юридический институт МВД России. И вот, наконец, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, от 4 февраля 2000 года на базе Омского юридического института МВД России создана Академия МВД России, первая и единственная в Сибирском регионе. За годы работы наше учебное заведение подготовило для органов моих дел более 10 тысяч специалистов со средним юридическим образованием и свыше 22 тысяч с высшим юридическим образованием. В числе выпускников ВУЗа около 300 кандидатов наук, 20 докторов юридических наук. Среди них такие известные ученые, как Анатолий Федорович Майдаков, Михаил Петрович Клименов, Вячеслав Владимирович Николюк, Юрий Петрович Соловей, Семен Яковлевич Лебедев, Сергей Васильевич Максимов, Владимир Анатольевич Никонов и другие. Выпускниками Омской высшей школы милиции, в частности, являются министр внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник Рушаев Владимир Борисович, генеральный директор судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Чернявский Валентин Семенович, заместители министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-полковник милиции Латышев Петр Михайлович, генерал-полковник милиции Зубов Игорь Николаевич, начальник главного организационного инспекторского управления МВД России генерал-лейтенант милиции Смирный Александр Михайлович, начальник главного управления правовой работы и внешних связей МВД России генерал-лейтенант милиции Черников Валерий. В.ПУТИН. 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 которые своим богатым опытом и научным потенциалом создавали систему высшего профессионального образования высококлассных сыщиков-исследователей нового времени. Среди первых ученых необходимо назвать имена Альберта Ивановича Марцева, ныне доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Валентина Тимофеевича Томина, Владимира Петровича Бахина, Василия Максаровича Максарова, Александра Александровича Рябинина, Нины Михайловны Решетиной. Становление науки в Омской высшей школе милиции началось с того, что после образования в Омской высшей школе милиции из инвентуры Московской высшей школы в Омск прибыл десант. В качестве предвестника этого десанта первым прибыл я. После этого министерство направило для ознакомления со школой и для решения вопроса о возможной работе Валентина Тимофеевича Томина, которого я принимал, показал город, показал учебное заведение, ему понравилось, и он дал согласие на то, чтобы работать здесь. После этого приехал Бахин Владимир Петрович, тоже принимал я его. Ему тоже понравился город, и понравилось то, что он первый начальник Омской высшей школы милиции, прямо в кабинете, сразу же вручил ему ключи на квартиру. Наверное, это имело определенное значение. Третьим из Иркутска, из Иркутского отделения нашей высшей школы приехал Василий Максаров. Ему тоже понравился город, и он приступил к работе. И последним вот из нашего, мы учились вместе на одном потоке в адюнтуре, вот он в адюнтуре, приехал Рябинин Александр Александрович. И вот так получилось, что организовался сплоченный коллектив единомышленников. Мы вместе, но на разных кафедрах учились в адюнтуре, оказались вместе здесь на работе, и за счет, видимо, этого сложилась творческая обстановка, в результате которой каждый из нас стремился заниматься научной работой. И, ну, прямо скажем, что мы ставили перед собой задачу написания докторских диссертаций, было определенное как бы соревнование. И недаром, и недаром практически весь десант, вот те люди, которые первыми пришли, ныне являются докторами наук и профессорами. Опытными практиками тех лет были Савелий Яковлевич Шерман, Николай Афанасьевич Савельев, Владимир Никитович Антонюк, Михаил Николаевич Русаков, Иван Иванович Тюрин, Алексей Васильевич Данилов, Андрей Емельянович Шабельник, Зоя Васильевна Маркова, Юрий Александрович Вакутин и многие-многие другие. Меня удивило, что весь представитель состав кассио-оперативностной деятельности это были такие мужики, все зрелые, имеющие по 15-20 и более лет практически работой. Старше 40 лет все были. Вспоминается, вот Лоптин Михаил Иванович, жесткий такой преподаватель. Ребята его боялись, много не разговаривал, многословий не терпел. в отвечающих. Правда, я с ним немного пришлось поработать, он вскоре умер, вскоре умер. Колоритная фигура была, Веселов Иван Александрович, такой далеко за 100 килограммов, шумливый, анальгичный, он бывший работник уголовного розыска и спецподразделений, одного из спецподразделений, сыщик. В Омской высшей школе милиции также была создана кафедра иностранных языков. Сначала она была немногочисленной, у ней было всего 8 преподавателей. Это были преподаватели английского языка и немецкого, поначалу. Это были следующие преподаватели, ну вот Соловей Светлана Сергеевна, я и начальником кафедры была, Сидинникова Жанна Федоровна, Литвиновича Роза Михайловна, Ольга Андреевна Лузгина, она, правда, несколько позднее появилась, и немецкого языка. Начинали мы еще с Синаидой Себастьянной Лисовской, потом она тут вскоре уехала, в вещественном году, и к нам поступила Наталья Павловна Маслова, которая потом значительную роль в развитии кафедры сыграла. Наталья Павловна Маслова, Наталья Николаевна Горбунова, Антонина Алексеевна Фролова у нас также работала, Маргарита Степановна Кухтирина, это наш старейший, наш ветеран, она уже ушла из жизни. Вот так кафедра начинала. Ну и нашим лаборантом была, а потом и начальником кабинета была Паульс Мелита Викторовна, которая также ушла от нас. Огромная заслуга в становлении Омской высшей школы милиции и создание научно-педагогического коллектива принадлежит первому начальнику Омской высшей школы, генерал-майору милиции, Алексееву Ивану Романовичу и продолжившему эти традиции Смирнову Валентину Григорьевичу, доктору юридических наук, профессору, который был начальником Омской высшей школы в 1970-м и до 1975-го года. Именно в 70-х годах Омская высшая школа милиции сформировалась как ведущее учебное заведение страны, а выпускники 70-х годов в настоящее время составляют элиту кадрового потенциала Министерства внутренних дел России, УВД Омской области и Омской академии МВД Российской Федерации. Среди выпускников 70-х годов необходимо назвать имена Владимира Борисовича Рушайла, ныне министра внутренних дел Российской Федерации, Петра Михайловича Латышева, заместителя министра внутренних дел Российской Федерации, выпускника 1970-го года, Александра Николаевича Харитонова, выпускника 1972-го года, ныне начальника Омской академии МВД Российской Федерации, Василия Федоровича Дергачева, выпускника 1972-го года, генерала-лейтенанта милиции, Валентина Семеновича Чернявского, ныне генерального директора судебного департамента Российской Федерации, Валерия Васильевича Черникова, Михаила Петровича Клеменова, Владимира Васильевича Гордиенко, Владимира Васильевича Головина, Александр Александровича Кузнецова, Сергея Николаевича Поправка, Андрея Евгеньевича Чечетина, Владимира Семеновича Овчинского, Антеля Алексеевича Сысоева, Игоря Николаевича Зубова, Вячеслава Владимировича Николюка, Владимира Васильевича Кальницкого, Олега Ивановича Бикетова, Юрия Петровича Соловей, Евгения Анатольевича Митрофанова и многих-многих других. Эти выпускники, начиная с начала 1970 года, и по настоящее время продолжают трудиться на многих ведущих постах в Министерстве внутренних дел, в УВД различных краев и областей и в Омской Академии. Используя из исторического опыта самое полезное, обеспечивая преемственность поколений преподавателей, курсантов и слушателей, Академия к настоящему времени превратилась в мощный учебно-научный комплекс, в котором проходит обучение более 4,5 тысяч человек. Ежегодно слушателями и курсантами нашего УЗА становится 900 человек. При этом заказчиками выступает МВД Республики Саха-Якутия, МВД Республики Хакасия, Главное управление внутренних дел Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей, Управление внутренних дел Омской области, Томской, Читинской, а также Управление внутренних дел Корягского, Автономного округа, Ханты-Мансийского и Ямала-Ненецкого. Кроме того, комплектующими органами нашего УЗА являются также Западно-Сибирское региональное управление по борьбе с организованной преступностью, а также ряд других органов внутренней России и отдельные службы МВД России. Академия готовит специалистов со средним и высшим юридическим образованием. В специализации оперативно-розыскная и следственная формы обучения очная-заочная экстернат. В ближайшее время начнется преподавание в рамках новых специализаций оперативно-экономической, экономико-правовой и административно-правовой. Кроме того, на факультете заочного обучения и повышения квалификации проходят переподготовку и повышают квалификацию ежегодно около 300 сотрудников уголовного розыска других оперативных служб. В структуре Академии 6 факультетов, 18 кафедр, 7 отделов, подразделения служебно-боевой подготовки и другие вспомогательные подразделения. В городе Кемерово действует Кемеровское отделение заочного обучения Академии. Главным условием качественной подготовки выпускников Академии является ее научно-педагогический потенциал. Сегодня в Академии работает 235 преподавателей, из которых 120 человек имеют ученую степень кандидата наук. Ученое звание доцента, а 16 человек имеют ученую степень доктора наук, ученое звание профессора. Особый интерес у курсантов и слушателей Академии вызывают занятия с опытными преподавателями. В Академии широко используются передовые образовательные технологии, разрабатываются и внедряются в учебный процесс оригинальные педагогические методики. Процесс обучения ведется в Академии в двух учебных корпусах и загородном учебном центре. Важная роль в повышении эффективности и развитии методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, активизации познавательной деятельности обучаемых отводится внедрению в образовательный процесс и использованию современных технических средств обучения, вычислительной техники, прикладного программного обеспечения информационных и телекоммуникационных технологий. В настоящее время сформирован серьезный парк вычислительной техники. Общее число компьютеров 220. Для обучения слушателей оборудованы 7 классов вычислительной техники. Большую роль в обеспечении образовательного процесса учебной литературой и другими источниками информации играют библиотеки Академии, имеющие 4 филиала, 7 абонементов, 5 читальных залов на 230 мест. Книжный фонд составляет 315 тысяч единиц. Центром организации и самостоятельной работы обучаемых являются учебно-методические кабинеты, которых в Академии 26. Из них 2 автокласса. Для обучения курсантов вождению используется 16 специальных учебных автомобилей. На кафедре криминалистики значительная часть занятий проводится на криминалистических полигонах. Офис, торговая точка, капса, гостиничный номер, жилая комната, трассология. Учебный комплекс кафедры огневой подготовки включает в себя тир с двумя стрелковыми галереями и тренажерный класс. Стрелковые галереи оснащены перемещающимися и объемными мишенными полями, комплексами светового и звукового воздействия, тренажером, качающейся поверхность. Для проведения занятий по боевой подготовке институт располагает тремя спортивными залами площадью 1500 квадратных метров. Заканчивается строительство еще одного зала площадью 1000 квадратных метров, стадионом, лыжной базой. Курсанты, слушатели и студенты Академии обеспечены всем необходимым комплексом социально-бытовых услуг. Академия широко известна не только как образовательное учреждение, готовящее высокопрофессиональных специалистов-практиков в области раскрытия и расследования преступлений, но и как авторитетный научный центр, объединяющий в себе ряд направлений научно-исследовательской деятельности. Основу научной деятельности Омской Академии МВД России образуют исследования, проводимые профессорско-преподавательским составом в соответствии с тематикой, утверждаемой ученым советом нашего ВУЗа. Большинство исследований составляют темы МИР, проводимые по инициативе кафедр нашей Академии. Такой принцип при формировании планов научной деятельности ВУЗа позволяет на всех уровнях максимально учитывать творческие интересы ученых, которые у нас работают. В последнее время наметилась тенденция к увеличению числа заказов тем научных исследований от Министерства внутренних дел, от Центрального аппарата, от Главных управлений Министерства внутренних дел, и в том числе мы сотрудничаем с Управлением внутренних дел Омской области. Основными направлениями научной деятельности Академии является совершенствование законодательства, в том числе разработка проектов законов, ведомственных нормативных актов, направленных на обеспечение борьбы с преступностью и иными правонарушениями. Второе направление – это совершенствование деятельности органов внутренних дел страны, их отдельных служб и подразделений. Нашим вузам за последние годы подготовлено 10 аналитических обзоров, научно-методических материалов, разного рода предложений и иных научных разработок. Третье основное направление научной деятельности Академии – это совершенствование образовательного процесса в юридических образовательных учреждениях страны, что проявилось в подготовке четырех учебников. Это учебник по общей части уголовного права, учебник по криминалистике, учебник по немецкому языку и учебник по оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Важное место в научной работе Академии занимают фундаментальные исследования, которые проводят ведущие ученые Академии. Наряду с ними ученые института вносят заметный вклад в развитие прикладной науки, удовлетворяющей интересы служб и подразделений МВД и образовательных учреждений страны. Результаты научной деятельности широко обсуждаются на научных форумах, постоянно проводимых на базе Академии. Стало традицией проведение ежегодной международной научно-практической конференции «Проблемы психологического обеспечения профессиональной деятельности ОВД». Ученые Академии расширяют международное сотрудничество, участвуя в международных научных мероприятиях. В 1995 году установлены контакты с представителями правоохранительных органов США, а в 1997 году со специалистами Скармен-центра по изучению общественного порядка город Лестер, Великобритания. За этот период Академию четыре раза посетили представители Федерального бюро расследований и Федерального центра подготовки сотрудников правоохранительных органов и трижды представители Лестерского университета. В октябре 1999 года в Академии совместно со Скармен-центром проведена международная научно-практическая конференция «Полиция в XXI веке. Прогнозы модели деятельности». Одним из их направлений научной деятельности Академии является привлечение обучаемых к научно-исследовательской работе. К формам НИРС, получившим развитие в нашей Академии, следует отнести работу научных кружков, проблемных групп, участие в ежегодных конференциях, конкурсах на лучшую научную работу. Для комплектования Академии квалифицированными кадрами в 1994 году в Омском юридическом институте открыта адъюнктура по трем специальностям. В настоящее время в адъюнктуре проходит подготовку 70 адъюнктов поочной и заочной формам. С 1997 года при Академии работают диссертационные советы, в том числе единственный за Уралом совет по защите диссертаций по закрытой тематике. За три года работы на их заседаниях были защищены 28 кандидатских диссертаций. «Редакционная деятельность Академии осуществляется на основе ежегодного планирования, причем годовые планы выпуска изданий формируются путем широкого привлечения представителей кафедры, а также рекомендации Редакционно-издательского совета». За последние пять лет выпущено 92 учебных и 29 научных изданий общим объемом свыше тысячи условных печатных листов. Кроме того, Академия издает большое количество периодической литературы. Это касается прежде всего наших журналов. Научный вестник Академии, законодательство и практика, который был учрежден совместно с прокуратурой Омской области, УВД Омской области и областным судом. А также наш журнал «Психопедагогика», который как раз посвящен проблемам психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел. Академия МВД, конечно, во многом отличается от гражданского вуза. И одна из особенностей состоит в том, что все, и преподаватели, и обучаемые, одновременно являются сотрудниками органов внутренних дел. «Наши офицеры, курсанты и слушатели на протяжении всего периода существования Омской школы милиции, Омской юридической института, Омской академии принимали самое активное участие в охране общественного порядка. Яркими примерами тому может служить 1988 год, когда по заданию руководства МВД лично состав Омского школы милиции в составе двух батальонов убыл на службу в город Баку выполнять специальное задание, определенное Министерством внутренних дел. В августе 1988 года коллективу пришлось охранять армянский поселок с целью не допустить массовых беспорядков и уничтожения граждан армянской национальности в поселке Армянский, где проживало более 20 тысяч населения. Задача была с честью выполнена и личный состав убыл к месту квартирования. Не успели милицейские солдаты прибыть к месту своего распоряжения, как вскоре буквально были снова подняты по тревоге и направлены уже теперь по распоряжению Министерства внутренних дел для выполнения задачи в городе Степанокерти. Уже в воздухе поступает другая команда и личный состав разворачивает и берет курс на Ереван, где после приземления дается установка прибыть к месту несения службы в город Ленинакан. Отличились офицеры и слушатели в период, когда весь мир потрясло известие о Спитахском и Ленинаканском землетрясении. Навсегда в памяти слушателей и офицеров, конечно, останется день 7 декабря. 57 офицеров и слушателей Омской школы милиции оказались в завале и первые минуты руководство сводного отряда даже не знали, живы ли они или погибли. После было выяснено, что более 20 человек были тяжелоранены, Сергей Монин погиб при исполнении служебного долга, но несмотря на гибель товарища, личный состав не растерялся и под руководством офицеров Быкова, Рудника Валерия Михайловича, Плетнева, Горносталева Валерия Владимировича, продолжали бороться со стихией, спасали жизнь своих товарищей, оказывали помощь гражданскому населению. Как-то сразу в глаза бросилось, что ребята вот прям на глазах совершали героизм. Взрослые родители боялись проникнуть в полуразрушенные здания и вывезти оттуда своих детей, а такие слушатели, как Новиков Володя, Николай Негодин, рискуя своей жизнью, они в любой момент могли остаться в завалах, потому что землетрясение продолжалось, они поднимались в эти здания и спасали людей. Умелые и грамотные тактические действия личного состава, его самоотверженность и бдительность при несении службы на Олимпиаде-80, игр их доброй воли и во время проведения других массово-политических мероприятий были высоко оценены. За мужество и самоотверженные действия во время выполнения заданий большая группа офицеров и слушателей награждена правительственными наградами. И сейчас коллективу приходится решать непростые служебные задачи, среди которых основными являются недопущение проведения террористических актов на территории города и области, поддержание стабильного правопорядка, противостояние росту преступности в нашем регионе. Выполняя приказы МВД России, личный состав Академии принимал непосредственное участие в охране общественного порядка во время проведения широкомасштабной операции «Вихрь антитеррор». В ходе операции курсанты и слушатели под руководством офицеров приняли участие в раскрытии 26 преступлений и задержали по подозрению в совершении преступлений 130 человек. За административные правонарушения задержано более 5000 человек. При этом курсанты получили неплохую практику по административно-служебной деятельности. Выполнение поставленных боевых задач невозможно без предварительного практического обучения, проведения командно-штабных учений, занятий по физической подготовке. Благодаря преподавателям кафедры боевой и физической подготовки спорт стал неотъемлемой частью жизни Академии. Яркий след в истории Академии оставили первый мастер спорта по самбо в ОВШМ Анохин Николай Иванович, мастер спорта международного класса по классической борьбе Кочнев Анатолий Палыч, заслуженный мастер спорта неоднократный чемпион мира по самбо Пушница Александр Михайлович. Сборные команды Академии неоднократно становились победителями комплексной спартакиады областного совета «Динамо» по 17 видам спорта. Высокие результаты достигались по лыжному спорту, рукопашному бою, борьбе дзюдо, боксу, пулевой стрельбе, волейболу. Большое значение в Академии придается воспитательному процессу, основной задачей которого является формирование у будущих офицеров милиции таких морально-нравственных качеств, как честь, достоинство, патриотизм, мужество. Важным фактором в воспитательном процессе является принятие присяги. Присяга – это клятва на верность своей родине, на верность своему народу. На примерах наших ветеранов, которые продолжали традиции русского офицерского корпуса, которые верно исполняли на протяжении всей своей службы эту присягу, продолжается процесс воспитательный в нашей Академии. Огромное значение в воспитательном процессе играет слушательское самоуправление. Слушательское самоуправление – это одна из форм, когда курсанты и слушатели включается в практическое решение тех конкретных задач, которые стоят перед коллективом. Участие в этих делах позволяет сформировать у них практические навыки, которые позволяют в будущем быстро и оперативно решать задачи, которые будут возложены на их милицейские подразделения. Сама система служительского самоуправления включает очень разнообразные элементы, которые в разное время входили и комитет ВЛКСМ, суд чести, совет курса, художественная самодеятельность, учебно-исследовательская работа служителей, спортивная работа и многое-многое другие. Сегодня мы можем сказать, что эта система воспитательного процесса дает положительные результаты. Омская высшая школа милиция, а сегодня Академия всегда гордилась своей художественной самодеятельностью. Работали различные кружки различных направлений. В 1996 году на фестивале в Казани авторской песни, посвященной милицейским будням, наш коллектив занял первое место. Сегодня команда КВН Омского юридического института, а ныне Академия, три года подряд в Омске занимала первое место. И весь город старался приобщиться и увидеть этих талантливых артистов, а будущих защитников закона и безопасности граждан. Очень важное место в системе воспитательного процесса занимает воспитание эстетической культуры будущего российского офицера. Она представлена целой системой. Это и изучение курса культурологии, это и посещение музеев и выставок, которые проходят в городе Омске. Это организация выставок художников омских на территории нашей Академии. Серьезное влияние на формирование духовно-нравственных качеств офицеров милиции в современных условиях оказывает религия. Православная церковь веками обеспечивала в российском обществе религиозную веротерпимость и способствовала укреплению в народе духа патриотизма, мужества и ответственности каждого за судьбу своей Родины. Идею начальника Академии Александра Николаевича Харитонова построить на ее территории православную часовню поддержало большинство коллектива. После завершения строительства здесь планируется проводить торжественные обряды и мероприятия, а также занятия, связанные с изучением спецкурса «Духовные основы православия». Все это позволяет нам добиваться тех результатов, которые ставит перед собой весь коллектив нашей Академии, а именно готовить достойных офицеров, способных решать возложенные на них задачи. И как бы результатом нашего всего воспитательного процесса является прощание со знаменем нашего прославленного милицейского учебного заведения. Прощаясь со знаменем, молодые офицеры клянутся, что они будут верно и последовательно продолжать традиции нашего заведения. Выпускники всегда будут помнить о том, что главные знания, главные жизненные ориентиры они получили в Омской Академии МВД России. Почему вы решили учиться в Омской Академии МВД России? Я продолжаю традицию своей семьи. Дед у меня всю жизнь проработал в уголовном розыске. Отец и его брат более 20 лет в органах внутренних дел. Ну как бы тянуло, что называется, корни продолжать традицию семьи, кинастия. Я узнала, что здесь работает хороший профессорский преподавательский состав, что здесь дают действительно хорошее знание, хорошую профессиональную подготовку. И поэтому я решила все-таки поступить. Что вы можете сказать об учебном процессе в Академии? Специфический очень учебный процесс. То есть здесь много наук, которые не преподаются в других вузах. Здесь профессиональные какие-то знания получаются. Также наряды различные и службы. Прекрасный, на мой взгляд, профессорско-преподавательский состав. Многие из которых, многие из преподавателей, кандидаты, доктора юридических наук, проработавшие немало лет в практических органах. Я думаю, что они нам дают достойные знания. Действительно интересно. Опыт научной деятельности, различные конференции, где ты принимаешь участие, это все неоценимо развивает тебя и обогащает. Какие события оставили у вас самые сильные впечатления? Первые впечатления у всех довольно противоречивые, такие, неоднозначные, потому что сказывается специфика учебного заведения сразу. Очень сильные впечатления, конечно, это присяга и первые занятия в учебном центре подготовки. Там, как бы понимаешь, в таких жестких условиях, кто стоит рядом с собой, кто чего стоит. Самое первое впечатление о вузе – это курс молодого в отца. Там, на самом деле, в трудных условиях, далеко от родителей, узнаешь, кто на самом деле, кто из кто. Те люди, с которыми тебе предстоит учиться 4 года, ты больше узнаешь их, больше как-то понимаешь. Учиться здесь у нас интересно и здорово. Не будем говорить про специфические предметы, про то, что приходится стрелять, бегать, прыгать, физическое совершенство. Но мы здесь, ну, лично я, играли в КВН 3 года и выиграли в этом городе, играли в духовом оркестре, в ансамбле. То есть развиваешься всесторонне. Каким вы видите свое будущее? Я еще не задумывалась над этим вопросом точно, но я знаю, что я хочу подойти достойно к сдачу государственных экзаменов. А потом, проработав в следственных подразделениях, хочу на практике проверить свои знания и закрепить. Надеюсь, в будущем поступить сюда в один тур уже. Раньше даже слова такого не знал. Но сейчас есть такое. То есть попытаться защитить кандидатскую диссертацию и, может быть, связать свою жизнь с нашей любимой Академией. Вижу свое будущее. В будущем в оперативных подразделениях хочется работать по особо тяжким преступлениям. Славные вузовские традиции, высокий научно-педагогический потенциал, наработанный опыт преподавания, солидная материально-техническая база – все это позволяет Омской Академии МВД России с уверенностью идти в будущее. Знаменательным событием на этом пути стало вручение Академии знамени и грамоты президента России министром внутренних дел Владимиром Борисовичем Рушайло. Вручение знамени подводит своеобразную черту в преддверии приближающего 80-летнего юбилея, открывает новую главу его летописи, наполнить ее достойным содержанием задачи нынешнего ведущих поколений профессорского преподавательского состава, фурсантов и слушателей. И нет сомнения, она будет решена. Гарантией этому служит непрерывная преемственность поколений, бережная и неудомимая передача ветеранами, молодым сотрудникам давних и добрых традиций органов внутренних дел, основанных на верности профессиональному признанию, преданности и самоотверженности выполнения служебного долга. Вручение за нами не символизирует новую российскую государственность, полагающую главными своими целями демократические ценности, гражданское общество, правовое государство, приоритет прав личности. Их достижение невозможно без кардинального изменения к лучшему криминальной постановке, решительного усиления борьбы с преступностью во всех ее формах и видах. Применительно к вашей деятельности это повышение качества подготовки специалистов. Именно поэтому в высшей степени справедливым, на наш взгляд, является решение о вручении государственных замен органов внутренних дел. Следовательно, работа по охране правопорядка в защите координационных прав и свобод граждан приравнивается к воинскому разному труду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова